Про функцию говорят, что она обладает полиморфным поведением, если она может быть вызвана на значениях разных типов. Например, оператор сложения. Это функция, которая может быть вызвана на значениях типа int, возвращая результат типа int. Она также может быть вызвана на значениях типа double, возвращая результат типа double. Таким образом, сложение — это полиморфный оператор. Выделяют два типа полиморфных функций, два типа полиморфизма. Это так называемый параметрический полиморфизм и специальный полиморфизм. Параметрический полиморфизм характеризуется тем, что код функции одинаков для всех типов, на которых мы можем вызывать эту функцию. В отличие от этого, специальный полиморфизм предполагает, что для каждого типа, для которых вызов этой функции допустим, имеется своя собственная реализация. Пример, приведенный выше, со значениями типа int, типа double и типа double для оператора сложения, это как раз пример специального полиморфизма, потому что мы понимаем, что на низком уровне сложение значений целочисленных и сложение значений, которые являются значениями с плавающей точкой, это разные функции, это разный код. Сегодня мы займемся параметрическим полиморфизмом. Давайте перейдем к примерам параметрически полиморфных функций. Давайте определим простейшую из возможных полиморфных функций. Назовем ее id. Это функция одного аргумента, которая возвращает этот самый аргумент. Эта функция полиморфная по своей сути, более того, она параметрически полиморфна, потому что принимаемое значение на него не накладывается никаких ограничений. Что мы приняли в качестве аргумента, то мы и возвращаем. Давайте взглянем, какой тип имеет эта функция. Функция id. Функция, кстати, с таким же именем определена в стандартной библиотеке. Вот и появился ее тип. Функция id имеет тип t, стрелочка t. Мы еще с вами не сталкивались с такими типами. Мы говорили, что все конкретные типы начинаются с большой буквы. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас тип произволен. Здесь используется переменная, так называемая переменная типа. t это переменная типа, вместо нее может быть подставлен любой тип. Любой тип подходит вместо переменной типа. Функцию id можно вызвать на произвольном типе. Например, на булевом типе. Мы передаем туда булево значение true и получаем в результате булево значение. Мы можем вызывать ее и на других типах, скажем числовых. Например, вызов id 5 возвращает значение числового типа. Более того, функция id может быть вызвана и на вот таком вот стиле функция id, вызванная на функции id. Правда, нам вернется функция id, но если мы применим эту функцию к чему-то, например, к четверке, мы получим четверку. Какие же типы у выражений, которые возникают тут? Ну, первые два выражения проблем никаких нет. Тип, скажем, тип id, тип id true. Это, конечно же, булев тип. Тип. Давайте поговорим про тип выражения вот этого вот. id id. В качестве аргумента функция id передается функция id. То есть, эта функция id имеет полиморфный тип из значения типа t в значение типа t. Вот здесь вот указан тип функция id. Она же передается в эту функцию. То есть, вместо t у нас подставляется t стрелочка t. И вместо возвращаемого значения t тоже должна подставиться t стрелочка t. Таким образом, тип внешней id не совпадает с типом внутренней id. У внутренней id тип вот такой вот. А у id, которая вызывается, она принимает аргумент такого типа и возвращает аргумент такого типа. Таким образом, вот эта вот внутренняя id имеет тип, который я напишу, пожалуй, вот здесь вот сверху. Сверху это тип t стрелочка t. Она принимает id и возвращает такой же тип t стрелочка t. Ну, я могу поставить здесь скобки. Вот такой вот тип внешней функции id. Ну, дальше у меня происходит применение внешней функции id к внутренней функции id. А при применении у меня функция становится аргностью на единице меньше. Мы помним, что применение функции многих аргументов. А внешняя id у меня оказалась функцией двух аргументов. Ага. Вот такой вот и такой вот. К одному своему аргументу возвращает нам функцию одного аргумента. Таким образом, тип выражения id, примененный к id, это t стрелочка t. Ну, в полном соответствии с тем, что мы обсуждали. Один аргумент связался внутренней id. И вот это вот выражение появилось в качестве возвращаемого значения нашей функции id. Давайте определим еще одну параметрически полиморфную функцию. На этот раз двух аргументов. Назовем эту функцию k. Поскольку это функция двух аргументов, мы передаем у нее два аргумента. И что мы можем возвратить из этой функции, чтобы она была параметрически полиморфной? Мы не знаем ничего про типы x, y. Поэтому можем возвратить либо значение x, либо y. Давайте возвратим значение x. Мы получим функцию, которая всегда возвращает значение своего первого аргумента, полностью игнорируя второй. Ну, например, если мы вызовем функцию k назначением, скажем, 42 и true, мы получим 42. Если вызовем ее назначение 42 и, я не знаю, там, 55, мы тоже получим 42. Мы видим, что ни тип, ни значение второго аргумента в этом случае не важны. Возвращается всегда одно и то же значение 42. Взглянем теперь на тип этой функции. Тип k. Мы видим, что здесь у нас опять присутствуют не конкретные типы, а переменные типы. А переменная t1 и переменная t. Это функция двух аргументов. При этом тип t1 и t2, они не важны. Но это могут быть два разных типа. В предыдущем примере у нас тип возвращаемого значения и тип аргумента был один. Здесь же у нас тип возвращаемого значения, это тип первого аргумента этой функции. Потому что именно первый аргумент по определению этой функции, первый аргумент x, возвращается у нас в нашей функции. Такая функция присутствует в стандартной библиотеке в точности с таким же определением, но называется она немножко по-другому. Она называется const. Тип у нее выглядит как другой, но на самом деле это тот же самый тип. Просто используются другие переменные типы. Но поскольку переменные предназначены для того, чтобы подставлять вместо них любой произвольный тип, имя переменной совершенно не важно. Здесь у нас t1 как бы переименовано в a, а t переименовано в b. Но этот тип такой же, как и тип предыдущей нашей функции. Ну и реализация, как я уже говорил, совершенно одинаковая. Что у k, что у const. Почему эта функция называется const? Ну дело в том, что ее поведение, ее поведение выглядит следующим образом. Давайте применим ее частично к чему-нибудь. Ну например, к константе true. Какой тип этого выражения? Мы связали одну, один из аргументов функции, а функция двух аргументов. Значит, получилась функция одного аргумента. Ну и действительно, это функция одного аргумента. Тип этого аргумента совершенно неизвестен нам, потому что это тот аргумент, который игнорируется. А значение, возвращаемое в этой функции, наоборот, известно, потому что мы связали первый аргумент, который у нас имел тип a, поэтому возвращаемое значение тоже должно быть булевым типом. Таким образом, выражение const true это некоторая функция, которая принимает любой аргумент любого типа, игнорирует его и возвращает булевое значение true. Я мог бы написать функцию const false, которая имела бы точно тот же тип, но всегда возвращала false. Теперь понятно, почему функция const называется именно так. Она всегда возвращает ту константу, которая передана ей в качестве первого аргумента. Мы с вами уже сталкивались с функцией, которая зовется undefined. Это функция нуля аргументов. И при вызове она немедленно прерывает выполнение программы, выдавая сообщение об ошибке. Какой тип у этой функции, точнее говоря, у этой константы undefined? Если мы спросим, что это за тип, мы обнаружим, что эта константа тоже параметрически полиморфная. Ее тип это просто переменная типа a. И это значит, что константа undefined подходит для любого типа. В любом месте, где у нас присутствует выражение произвольного типа, мы можем подставить константу undefined, при этом выражение будет правильно типизировано. Таким образом, то, что константу undefined можно использовать в любом месте, это как раз следствие того, что она универсальна. Естественно, что никакая есть содержательная константа, то есть константа, которая содержит какое-то значение, а не прерывание за ошибки, не может иметь тип, вот такой вот универсально-полиморфный тип a. Про константу undefined иногда говорят, что она в Haskell населяет любой допустимый тип. Ну, естественно, что undefined не единственный способ создать объект, который населяет любой тип. Ну, например, функция errors, переданная туда строкой, ведет себя точно так же, как undefined. Ну, и поэтому она тоже населяет любой тип, она тоже является константой произвольного типа. Сама по себе функция errors, конечно, является функцией, которая принимает строковую константу, а возвращает произвольный тип a, она полностью полиморфна по возвращаемому значению. Эти две функции, естественно, прерывают выполнение программы, и поэтому они отличны от многих других функций. Только с помощью прерывания исполнения программы мы можем создавать объекты наивысшей степени полиморфизма, потому что действительно вот эта вот степень полиморфизма высшая. Даже у функции типа id она уже имеет стрелочный тип, поэтому функция id не может использоваться в контексте, где стрелочный тип недопустим.